Всем привет! Кто бы что ни говорил, а телевидение – это, пожалуй, идеальное место для возникновения различных казусов, а также комичных и не очень ситуаций. Действительно, иногда так случается, что какое-то рядовое ток-шоу превращается в целую мелодраму, а самое на первый взгляд обычное уличное интервью заканчивается тем, что репортеру приходится доставать свой микрофон из самых разных мест. В этом видео мы собрали для вас подборку из самых необычных моментов, которые случались в прямом эфире. Поехали! Женщина почувствовала себя плохо на телешоу, и когда она попыталась уйти, то резко потеряла сознание. Желаем крепкого здоровья и надеемся, что не было ничего серьезного. У этого ведущего во время прямого эфира зазвонил телефон. И чтобы сильно не отвлекаться от работы, он разобрался с ним довольно необычным способом. Парень на заднем фоне этого видео прекрасно показал, почему не стоит всегда держать телефон в руках, когда вы ходите. Особенно, если перед вами море. Ведущая новостей прямо в эфире по неизвестной причине упала на пол. Видимо, под ногами лежало что-то лишнее. Прислушайтесь к этому звуку, который она издала во время падения. Неужели ей понравилось? В следующий раз, когда будете проводить живую демонстрацию чего-либо, пожалуйста, убедитесь в том, что вы точно знаете, что делаете. Эта девушка, видимо, не совсем понимала. Но, видимо, она не сильно расстроилась. Пожилой мужчина ни с того ни с сего поцеловал ведущую новостей одного из итальянских телеканалов в прямом эфире. Благодаря старику за рейтинги канала теперь точно можно не переживать. И связаны они точно не с новостями. Сложно сразу сказать, что происходит на этом видео. Но ясно одно. Ставить лестницу под углом на скользкий пол – очень плохая идея. Но хоть посмеялись от души. Мужчина в эфире прогноза погоды рассказывал, что на северо-западе Уэльса находится одно из самых теплых мест в Британии. И для него не составило никакого труда быстро прочитать этот набор букв. Двое ведущих телешоу в прямом эфире решили устроить небольшую гонку. Но один из них толкнул оппонента, а жертва оказалась ни в чем не повинная елка. Ведущая новостей спокойно рассказывала о происходящем в мире. Как вдруг внимание зрителей оператора с камерой привлекли трое миньонов, которые как-то туда пробрались. В прямом эфире репортер одного из телеканалов случайно задел ледяную скульптуру, которая упала и конечно же разбилась. Сначала даже кажется, что он сделал это специально. Когда этот мужчина выступал в прямом эфире, он явно не ожидал, что может случиться нечто подобное. А женщина-непромах точно знала, что попадет в объектив. Все шло очень даже неплохо, пока речь не пришлось произносить одной очень невысокой женщине. Кто-то ее вообще видит, да и организаторы молодцы. Могли бы какую-то подставку сделать для нее. Во время прямого включения к девушке-репортеру подошла странная женщина. И видимо представила, что с этой должностью она справится ничуть не хуже. В прямом эфире на девушку с микрофоном совершается покушение. Очаровательная собака отобрала микрофон и скрылась в неизвестном направлении. В результате нападения никто, кроме микрофона, не пострадал. Во время работы к репортеру из Палестины подошли солдаты израильской армии и начали ее троллить. Как говорится, кто знает, тот поймет. Ведущий прогноза погоды на американском телеканале как раз рассказывал о надвигающемся урагане. Но его постоянно перебивала его коллега. Кажется, кто-то сегодня встал не с той ноги. Ничего необычного. Просто актер Билл Мюррей выпил немного вина. А потом пришел в качестве гостя на телепрограмму. Закончилось это все вот таким эпичным падением. Эта девушка-репортер на своей шкуре ощутила и поняла, что лучше не стоять рядом с вертолетом, когда тот собирается взлетать. Она бы еще сзади истребителя встала. Этот ведущий решил подшутить над гостями с помощью вот такого стула. Но вместо этого сам стал жертвой своей же невинной шутки. А вот самой иронии у него все в полном порядке. Говорит, что внезапно горло заболело. Журналист лишь хотел взять интервью у бывшего кандидата в Конгресс, который сейчас находится под следствием. Но жена главного героя быстро отправила гостей обратно с помощью стакана воды. Кажется, люди они не очень гостеприимные. Работа оператора далеко не такая безопасная и легкая, как вы думаете. Ведь никто из них не застрахован от подобных вещей. Кажется, это было очень больно. А этот свин так отчаянно хотел попасть на телевидение, что буквально вытолкнул журналиста из эфира, чтобы занять его место. И все же нам кажется, что о подобной карьере ему не стоило задумываться. Этому парню пришлось взять интервью музыкантов. Но, как вы уже догадались, рты их были заняты музыкальными инструментами. Так что пришлось прибегнуть к крайним мерам. И такое бывает, это же прямой эфир. Ведущая прогноза погоды в Лос-Анджелесе спокойно делала свое дело. Но в один момент ее попросили надеть свитер поверх наряда. Наверное, в студии было слишком холодно. Как думаете? Все говорят, что собака – лучший друг человека. Этот ведущий может уверенно такой тезис подтвердить. Почти в каждом эфире к нему пробирается маленький друг и просит поиграть. Или может это такая фишка? Все еще думаете, что с репортером на футбольном поле не может произойти ничего страшного? Ошибаетесь. Этот мужчина просто забыл, что поле постоянно поливается. А коллеги ему об этом просто не напомнили. Вот бедняга. Делать репортаж рядом с футбольными фанатами – это большой риск. Особенно, если ты красивая молодая репортерша. Кто знает, может кто-то из них и не устоит перед такой красотой. Как видите, один точно не устоял. Довели бедняжку. Ведущая прогноза погоды была так сильно увлечена обновлением информации о погодных условиях, что так и не поняла, что все внимание зрителей было приковано далеко не к экрану. Нужно видумать, что надеваешь для эфира. Ведущая новостей подумала, что эфир уже закончился. И когда наклонилась, то обнаружила, что у нее довольно-таки сильно болит спина. Поспешила буквально на несколько секунд. Но ничего страшного, научится еще. Рассказывая о прогнозе погоды, ведущая так сильно увлеклась этим делом, что совсем забыла посмотреть под ноги. В результате чего и случился вот такой казус. Но вот профессионализма и точно не занимать. Сразу поднялась и продолжила эфир. Как насчет танцев в прямом эфире? Кажется, всем такая идея понравилась. Вот только платье девушки явно не было предназначено для такого рода развлечений. Ведущая новостей самую малость потерялась в пространстве. Ведь она так упорно рассказывала о происходящем в мире, что только со временем поняла, что стоит не перед той камерой. Но она просто предложила зрителям притвориться, что они ничего не видели. Шок! Репортер тонет в прямом эфире. Смотреть без СМС и регистрации. Хорошо, что у нее есть надежная коллега, которая быстро сориентировалась в ситуации и все объяснила. Этот мужчина, видимо, сильно опаздывал на работу и надел костюм так быстро, что совсем не заметил вешалку, которую принес вместе с собой. Что же, когда вы одеваетесь в темную одежду, иногда могут происходить странные вещи? Ведущая новостей рассказывала о том, как у ее сына в детстве были проблемы с зубами и как они с этим справлялись. Судя по ее жестикуляции, этим рассказом она увлеклась очень сильно. На одном из телешоу мастер Кунг Фу показывал зрителям свои навыки. Ведущий, скорее всего, был сильно шокирован происходящим и решил всем показать, что все происходит по-настоящему. Вот такое вот получилось разоблачение. Ведущий канала покупок демонстрировал зрителям всю мощь и качество плазменного телевизора. Он и сам был настолько уверен в этом качестве, что решился на рискованную проверку, но что-то пошло им не по плану. Ну, как говорится, будешь отрабатывать. Эта девушка пыталась установить рекорд Гиннесса по прыжкам на льду в рождественский вечер, но свои силы самую малость она не рассчитала. Ждем ее в книге рекордов в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok